Ну вот прошло два месяца и мои вот бонсайчики. Сегодня у них пришел день так сказать, когда мы будем снимать эту оплетку. Это три штуки. То есть вот это вот из проволоки основа для того, чтобы им была возможность придать форму. Итак, смотрим. Вот так вот. Зафиксировала мощно. Вот она. Ну вот самое-самое. Вообще по уму, конечно, когда снимают вот эту проволоку, ее нужно разрезать частями, чтобы не повредить саму растение. Видно, что сосенка она уже пошла в цвет. То есть прижилась. Вот здесь вот веточка отмерла, но это мы будем убирать, исправлять. Может быть, конечно, я ее перетянул сильно. Это мой первый опыт был, так сказать. Вот эта сосенка была самая крупная. Вот по колючкам видно. То есть даже колючка пришлось обрезать для формирования. Вот, значит, мы сейчас попробуем это делать. Так, потихоньку пробуем. Вот они маленькие. Вот эти ветки очень сильно довольно-таки в рост пошли. Видно, что проволока врезалась бедной. Вот она, как видно, форма держится. Но сейчас она будет свобода немножко, так сказать, для дальнейшего роста, для дальнейших действий. Повторяю, проволоку вот эту по уму надо снимать по правилам, разрезая на небольшие кольца, небольшие отрезки части. Вот я проволоку все-таки немножко экономлю. Потому что у меня еще много других, помимо сосен, деревьев которых ждет участь бонсай. Проволока пригодится. К сожалению, в нашей стране ее трудно в нашей области достать. Приходится импровизировать. Свежие почечки пошли. И, как видно, форма держит бонсайка. Это за два месяца. Она такой красавицы стала. Тем не менее, продолжаем потихоньку. Вот так вот. Из земли. Вот еще одна проволочка сейчас слезет. Сейчас вот тоже довольно-таки важная у ней роль была. Вот так вот. И вот снизу еще сейчас оборотик. Раз. И вот так вот. Два. Так вот. Один бонсайчик свободен у нас. Вот такая красавица получается. Вот эту нижнюю веточку мне было интересно. Я ее тогда оставил. Вообще, по-моему, ее надо убирать. Она так славно зацвела. Цвет точнее пошла, что просто рука пока не поднимается. Вот она такая красавица. С почками все пошло. Колючки, даже если их обрезаешь, они вот кончику со временем, вот буквально через пару месяцев, они, получается, затягиваются и сужаются. И становится место разреза, то есть вообще не видно. Тогда мне она очень нравится. Так, теперь вот этого. Да, вот у лида маленькая мертвая. Надо будет ее в таком случае ликвидировать. Попробую его отпоить сегодня. Концайчик этот. Посмотрим. То у нас то жара, то холод, то солнце, то не солнце. То польешь, то хочешь не поливать, а приходится. Не поймешь погоду. Вообще пока жажда вот эта засуха стояла, я каждый день их поливал. Собственно говоря, они не жаловались. Вот тут как-то так подсох. Так, руку берем. Так, ну и смотрим. Вот эту ветку, но она тоже сухая. Я думаю, тогда будем убирать полностью вот эту вот часть. Вот корень, как говорится. Вот так вот. Да, здесь она вот живая еще. И посмотрим, она должна будет разветвиться в любом случае. Хиленький, ну ладно. Зато свой. Так, далее. Пути красавцы свободны. Вот у нас еще третий. Этот вообще у меня считался экспериментальный числился. Ну вот, тем не менее, пойдем к нему. Посмотрим. Я пти альпийскую горку собираю. Вот здесь помимо этого еще и съемка проходит. Вот еще одно японское дерево пересадил. Ну вот забыл название. Сейчас точно не скажу. Такое сложное название. Желтыми цветами цветет. Так, ну ладно. Слово делу. Потихоньку, полегоньку снимаем. Этот был вообще самый крупный, который мне удалось в лесу добыть. Более, нет, были, конечно, более крупные сосенки, но я уже не стал их мучить, потому что они уже корни пускают длинные. Режились достаточно таки хорошо. Поэтому я не увидел смысла в этом. Так, освобождаем. Комхоз долой. Так. Вот еще один. Запах сосновой пошел. Потревожил я их. Да ладно. Здесь я прямо от души намотал. Но в том, что была такая прямо могучая. Я сначала, разумеется, то есть придал ей форму, какую я хочу видеть. Ну, имею в виду лишнее все. Абонсайл, как я это называю. Так, вот она. Она есть. И еще одно. Снимаем. Ну, и получается, что сначала придал форму, а потом уже передавал сначала форму кроне, а потом уже придавал форму, скажем так, стеблю. Их ним стволикам маленьким. Вот. Вот. Есть. Ну, и что мы видим? Ну, вот такой вот пока что маленький огрызочек. Ну, я думаю, разрастутся. Им еще зимовать на новом месте в этом году. И в условиях, так сказать, ограниченности. Но, тем не менее, вот они, красавчики мои. Тут, в общем-то, у меня так всего и по чуть-чуть. Там вот такой вот раритет из бревна ромашки растут. Вот здесь вот у меня небольшой такой парк образовывается. Тоже будущее бонсай. Вот, например, облепиха. Вот та же проволока я передаю форму. Эти кустики я просто сплел. То есть, удобно и красиво получается между собой стебли сплетаешь. Оно не разбрасывается по всему, как говорится, участку. Оно именно, скажем так, сковано растет. Что-то такое прям получается интересное. А живот начала ни с того ни с сего вот снизу раскидывать и корни. Вот такая вот веточка тоже я ее сплетал. Это атоминтоза, скажем так, ее кусочек. И вот такие вот красавцы даже вон отцвел. Вот это вот не знаю что пересадил недавно. Может даже какой-то сорняк пока подвял. Отпаиваем. Вот это тоже вот не знаю что. Тоже что-то росло. Ветвистое пересадил. Она у нас фиолетовыми цветет. Я думаю садоводов кто-то знает. Даже я сейчас покажу это вот красота. Честно говоря, забыл название. О, вот это у нас тут. Вон что делается. Сорняки эти плющи опьяные. Тебе полетают все. Хотел нехорошее слово сказать. От них с одного места избавишься, а не с другого. Вон оно. Так, ну вот жалко цветочков не осталось. Были такие синие цветы. Вот примерно вот такие вот. Синий, фиолетовый. Забыл честно что это. В общем-то вроде бы и все. Что хотелось показать про бонсаи. Простим, тестируем дальше. Пробуем. Вот они самые красавчики. Вот. Японская дерица у нас уже грохотит что-то. В общем вот так вот. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Самое главное. И лайкайте, если не жалко. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!